Бисмиллах, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Рай, джанна, это предел мечтаний, предел стремлений каждого верующего человека. За это он тратит самое дорогое своего имущества, он тратит свое время, запрещает себе то, что ему нравится. Бывают такие моменты, когда рай можно заработать за бесценок. Конечно, относительно рая, ширина которого расстояние между небесами и землей. Одним из таких людей был сподвижник пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Абуд Дахдах. Абуд Дахдах, это был зажиточный человек, у которого в Медине был огромный сад, пальмовый сад, в котором было около 600 плодоносящих пальм. И Абуд Дахдах очень любил этот сад, в нем была очень приятная вода, были источники. И однажды Абул Баба Башир ибн Абдул Монзир поспорил с одним из сирот. Вот, этот сирота претендовал на пальму, которая выросла прямо посередине их участков. И этот сирота обратился к пророку саллиллаху алейхи вассалям и сказал, о посланник Аллаха, попроси Башира, чтобы он мне отдал эту пальму. И они спорили с этим сиротой, и пророк саллиллаху, увидев этот спор, подошел к ним и сказал, Башир, отдай ему эту пальму. Он говорит, не отдам. Смотрите, Башир не был лицемером или не был там неверующим. Этот человек был верующим человеком, но в этот момент он пошел на принцип. Тогда пророк саллиллаху алейхи вассалям сказал ему, Башир, отдай ему эту пальму, и тебе будет пальма в раю. Башир говорит, не надо мне пальму в раю. Смотрите, на принцип пошел, да, мне нужна моя пальма. И этот разговор услышал Абуддахдах, который имел бодрствующее сердце. В нужный момент он подошел к пророку саллиллаху алейхи вассалям и сказал, о посланник Аллаха, а если я куплю эту пальму и отдам этому сироте, мне будет пальма в раю? Да, пророк саллиллаху алейхи вассалям сказал, да. Тогда Абуддахдах подошел к Баширу Абу-Любабе и сказал, о, Абу-Любаба, я покупаю у тебя эту пальму. Знаешь мой сад, в котором 600 пальм? Абу-Любаба сказал, конечно, кто не знает твой сад. Так вот, я покупаю у тебя эту пальму за этот сад. Башир в голове, наверное, уже посчитал, да, посмотрел, я тебе продаю. И тогда Абу-Любаба купил эту пальму и отдал этому сироте. Потом он пришел к пророку саллиллаху алейхи вассалям и сказал, о, посланник Аллаха, поистине, я купил эту пальму, отдал ему этому сироте, и будет ли мне пальма в раю? Да, пророк саллиллаху алейхи вассалям сказал, В раю будет плодоносящих пальм. Субханаллах, сегодняшний мой призыв к тебе. Во-первых, нужно иметь бодруствующее сердце. В нужный момент, в нужное время проявить старание, проявить усердие, купить рай, ширина которого расстояние между небесами и землей, за бесценок по отношению к будущей жизни. Второй призыв, это призыв Аллаха, который Аллах в Коране сказал, Вы не достигнете благочестия до тех пор, пока не будете тратить из того, что вы любите. Поэтому пусть твое сердце будет бодрствующее. Трать на пути Аллаха самое любимое для тебя имущество, и иншаллах ты заработаешь рай.